И теперь о событиях дня подробнее. Внимание тысяч автомобилистов Иркутской области приковано к действиям общественников. В столице региона продолжаются рейды по автозаправочным станциям. Как выглядит недолив и кто определяет, есть ли в топливе присадки, расскажем вам прямо сейчас. Мы сейчас возьмем трубу в соответствии с тех регламентом. Эти люди на заправке не ученые, а команда охотников за качеством бензина. Общественники и Союза автомобилистов Иркутска проверяют АЗС города на соответствие стандартам. В розыске в первую очередь недолив и всевозможные присадки в топливе. На очереди новая автозаправочная станция. Время готовить приборы. В этот раз к команде присоединился специалист Центра стандартизации, метрологии и испытаний. Задача инженера – контролировать технический процесс работы Мерника, который как раз и выявляет недолив. Учитывать в этом деле приходится множество нюансов, вплоть до температуры окружающей среды. Погрешность Мерника 0,1%. Это на дозу 10 дециметров кубических 10 миллиграмм. То есть погрешность Мерника 10 миллиграмм. Команда охотников за качеством приступает к испытанию АЗС Мерником. Проделывать операцию приходится трижды, чтобы получить максимально объективный результат. И такая эпидентичность приносит плоды. На одной из колонок обнаружен недолив 25 миллилитров, что больше допустимой погрешности. Ее значение дозы отпуска должно не превышать вот этого вот отметки. Пистолет, выдающий топливо, тут же была печатана. Сотрудники АЗС начали разбираться в причинах недолива. В это время команда охотников за качеством приготовила емкости для проб. 92-й бензин и дизельное топливо вновь отправятся в лабораторию на исследование. И несмотря на то, что результатов ждать еще несколько дней, организаторы проверок уже получают обратную реакцию от обычных автомобилистов. В принципе, уже были звонки от водителей, определенные жалобы на определенные АЗС. Просьбы какие-то АЗС проверить в первую очередь. Ну, естественно, мы в своих планах эти пожелания будем учитывать. Конечно, реакция есть, потому что вопрос наболевший. Тем временем сотрудники АЗС решили вопрос с проблемной колонкой. После прокачки трубопровода и контрольной проверки доза отпускаемого бензина пришла в допустимую норму. Но почему это выявила команда охотников за качеством, а не сами сотрудники – вопрос, который мы оставим без ответа. Павел Жолодев, Андрей Назаров. Новости по будням.